Буду резок, потому что люди звонят и говорят, возникает ощущение, что наступило время, когда власть знает, как живет народ и с интересом народу рассказывает о его жизни. Исходя из этого, главные коррупционеры в стране – это мелкие чиновники и гаишники, а светочи мудрости и порядочности засели в правительстве и в администрации. Вы призывали к посадкам, звучали жесткие слова, но повторяется время русских классиков. Фразы жесткие, но как-то то ли своих не сдаете, то ли наверху другие законы. И каждый раз защищаете правительство, говоря, что они высокие профессионалы, а нам негоже о них судить. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, конкретно, по фамилиям, увидим мы когда-нибудь новых людей и начнутся ли посадки? Хотя понимаю, что, как правило, в нашей стране борьба с коррупцией – это национальная забава и начинается с того, кто такой вопрос задает. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Хотя и кратко. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот с вас и начнём сейчас. АПЛОДИСМЕНТЫ Для того, чтобы решать, в том числе, экономические вопросы. И говорят, вот давайте сделайте так, иначе мы вас вытащим и покажем про вас то-то и скажем это. Это в принципе, в принципе, и на муниципальном уровне управления, на региональном, на федеральном, в Думе, в правительстве, в СМИ, в медицине. А что про медицину мало говорят, о том, что там коррупция, мздоимство и так далее. Что мало разве говорят про аналогичные явления в сфере образования. Это беда всего нашего общества. Создавать из этого желание попасть на волну и понравиться, и кого-то, извините, уконтропупить, схватить и посадить, во что бы то ни стало, показать свою крутизну. Это самое простое, что мог бы сделать человек в моём положении.